Всем привет! С вами Настя и вы на моем канале. Давненько не выходили видеоролики на моих каналах, на всех. Ну, кто знает, я дублирую и ВК-сообщество, и YouTube-дзен. Ну, впрочем, не в этом суть. Лето уже, считай, прошло. Сегодня у нас 27 августа. Значит, в следующую пятницу будет 1 сентября. Я, наконец-то, собралась снять видеоролик. В мае этого года я вышла из декрета на работу и как-то пока вливалась в работу, и вроде уже и влилась. Однако, снимать как-то настроения не было, да и усталость, что-то как-то времени нету. Ну, не суть. Я, наконец-то, собралась, сняла этот видеоролик. Выйдет он немножечко попозже, потому что буду я его монтировать. Вкратце расскажу, чем я сейчас занимаюсь. Все лето я занимаюсь тем, что лечу вообще свои зубы. Потому что давненько я не ходила к стоматологу. Точнее, ходила, но не лечила. А тут, наконец-то, собралась и начала. В общем, осталось еще 2 зуба полечить. Делала я, значит, панорамный снимок рентгеновский. Никогда не делала полностью. Сделала, кстати, очень классная штука полезная. Кто знает, кстати, еще в 2021 году я удаляла кисту корня зуба. Большая у меня киста была. У меня об этом снят отдельный видеоролик. Собственно, после удаления прошло уже полтора года. И сейчас киста снова стала расти. Но мне врач-стоматолог сказал, что, в принципе, ее можно пока что лечить терапевтически. Закладывать в корень зуба специальную пасту. И она будет воздействовать на кисту. Она будет уменьшаться. И впоследствии должна полностью исчезнуть. Но такое лечение где-то надо делать в течение года, я так понимаю. Проводить. То есть оно долгое. Не такое быстрое, как может показаться на первый взгляд. Так вот. Сделала я этот панорамный рентген снимок. И оказалось на снимке какие-то две оказались. Белые точки. В общем, точки оказались вот здесь, вот с этой стороны, над шестым и пятым зубом. Но я как-то сначала не передала значение. А мне тогда стоматолог сразу сказал, надо сделать КТ тогда уже. И посмотреть более подробно. Потому что все-таки на КТ оно видится более все детально. Кстати, не так уж это и дорого. Панорамный рентген все полости рта я сделала, по-моему, за 1000 рублей. Хотя прицельный снимок, например, в нашей стоматологии городской стоит 300 рублей. То есть, а панорамно сделаешь и все сразу видно. Потом я сделала КТ через какое-то время. И действительно оказалось, что я в 2017 году, как сейчас помню, лечила зубы в государственной стоматологической поликлинике на Староалексейской. В Москве. Это станция метро Алексейская. Кстати, врач, я, знаете, не хочу говорить ее фамилию, но она мне очень-очень-очень нравилась. Я специально к ней, значит, запись подгадывала. И вот на док-док я тоже читала о ней отзывы. И все писали только положительные, что у мастера золотые руки. И мне она самой очень тогда нравилась. Она мне тогда тоже вставила пломба. И у меня было к ней полное доверие. Но тут, как оказалось, она мне тогда лечила этот шестой зуб верхний. Удалила оттуда нерв. Запломбировала канал. И когда она его пломбировала, как бы все-таки в бесплатной стоматологии пломбируют. И все, в принципе, иди. То есть там нет такого, что перепроверяют, как они сделали, чтобы там прицельный снимок. А вот в платной, когда все-таки ходишь и делаешь. И, кстати, знаете, по деньгам, что сейчас платная, что бесплатная, одно и то же. Поэтому, мне кажется, даже лучше, даже подешевле будет в платной в некоторых местах. Потому что там всякие акции проходят по купону Беглеон. Я сначала попала в эту стоматологию. Делала ультразвуко-очистку. Ну так вот. Короче, оказалось, что эта женщина мне в 2018 году запихнула пломбировочный материал через корень шестого зуба прямо в гайморовую пазуху. Сейчас я вам покажу картиночку, приложу ее, смонтирую. Не знаю, сюда или сюда. Ну, в общем, вы ее увидите. И там прямо отчетливо видно, одна пазуха, она полностью как бы черная, это означает чистая. А другая, с такими, с двумя точками, это пломбировочный материал в пазухе. А вокруг нее вот как бы вот это вот образование, значит, какой-то воспалительный процесс идет. И я, кстати, знаете, никогда не обращала внимания. Я, когда болею в последнее время, у меня очень долго проходит насморк. Сопли зеленые, очень долгое время. Они могут быть месяц зеленые. То есть я чувствую, что там уже все вроде прошло по стенке задней, что это все стекает, и стекает. И вот, да, с 2018 года у меня оказывается воспалительный процесс вот в этой пазухе. И, кстати, вот, ну, у меня сейчас нос дышит. Я, кстати, когда тоже делала эту компьютерную томограмму, кстати, вообще классное тоже исследование. Я по направлению делала от этой же клиники в этой же клинике на станции метро Селигерская. Значит, полторы тысячи я отдала за это исследование. Но это по направлению, а без направления, по-моему, две с половиной тысячи, где-то так, да. Ну вот, в общем-то, вот это все выяснилось, и я теперь намерена, ну, заниматься удалением. То есть сначала мне надо полностью санировать полость рта. У меня еще осталось пару дырочек. Я их заделаю. Два зуба у меня осталось, да. И уже, то есть я была у Лора. Лора мне дала направление в Боткинскую больницу. В больницу, конечно, тоже так просто не попадешь. Я туда записалась не на то время, на которое я хотела, а на другое совершенно, неудобное для меня. Но уж как записали, так записали. И то, это только на консультацию. То есть мне сказали, если ты хочешь удалить побыстрее это все, оплати деньги. Если ты хочешь бесплатно, то тебя поставят в очередь, ты будешь сдавать анализы. И дай бог, к Новому году тебе только сделают эту операцию. Операция, я уже, кстати, тоже посмотрела видеоролики на ютубе, как она делается. Хотя перед каждым таким видеороликом, вступление автора, то, что не стоит вообще смотреть эти видеоролики перед тем, как... Ну, если вы планируете эту операцию. Я посмотрела, чтобы просто, знаете, с чем я вообще имею дело. Ну, в общем, от второго до шестого зуба они делают разрез. Все это делается под наркозом. Соскребается с черепа ткань. Разрезается дырочка в гайморовую пазуху. Все это там вычищается. Иногда выбирается, я так понимаю, эндоскопом. В нос там как-то засовывается с камеры. Ну, все это, естественно, под наркозом делается. В принципе, операция не страшная, неприятный период восстановления. Ну, не знаю, когда я это сделаю. Может быть, когда я это сделаю, я вообще сниму отдельно об этом отдельное видео. Так что, как-то вот так вот. Это, в принципе, самое такое основное, что произошло здесь все это время, чем я занимаюсь. Произошло за лето. А что я делаю сейчас? Я вам тоже покажу. Я тут прикупила казанчик себе домашний, такой небольшой, на 3 литра. И я собираюсь сделать домашний плов. Заказала в деликатеске баранину. Потому что вообще я обычно мясо заказываю в Мяснове. Но кто в Москве живет, у тех есть магазины Мяснов. Мяснов отдохни, все знают. А, наверное, кто из регионов, тот... Я не знаю, есть там такие магазины или нет, где мясо продается. У нас просто рынков нет на самом деле, где можно купить что-либо. Ну, по крайней мере, это ближайший магазин такой, где можно и доставку заказать тоже на дом мясо. И я вообще хотела заказать доставку тут на днях, но у них как бы баранина по предварительному заказу. То есть даже вот если я сегодня закажу, то завтра, что не факт, что она будет. Ну, собственно, я вчера заказывала и заказала я в приложении деликатеска, если кто знает. Вот привезли, в принципе, ну, конечно, баранина. По цене одно и то же, что в Мяснове 700 грамм считает 1000 рублей. И что вот в этой деликатеске тоже 700 грамм 1000 рублей это лопатка без костей. Но в Мяснове она просто без костей, но не порезанная на мелкие кусочки. А в деликатеске, то есть вот она 700 грамм. Правда, кстати, по факту мне все равно вышло 900 грамм. Ну, почти килограмм чуть-чуть доплатила там. Маленькими кусочками порезан. То есть уже даже рез ничего не надо. Так что сейчас я вам покажу. И мы с вами приготовим плов. Так, ну что, показываю. Вот это казан. Вот такой вот он. Он, кстати, с антипригарным покрытием, но чугунный. В принципе, там коррозия не образуется. Но нельзя мыть агрессивными моющими средствами, абразивными губками или как они там называются. В общем, вы поняли. И вот такая вот крышка к нему есть. В эту крышку можно добавлять через дырочку масла. Но я, честно говоря, этого не делаю. Вообще, вот эта штука очень сильно нагревается. Поэтому я крышку беру с какой-нибудь прихваткой. Я пока еще плиту не включила. Сейчас налила сюда немножечко подсолнечного масла. И вот лук порезала полукольцами. Сейчас я его буду обжаривать. Потом к луку вот буду класть баранину мясо. Из деликатески замороженное мясо привезли. Но оно очень быстро достаточно разморозилось. У нас вот такие вот кусочки достаточно мелкие. В общем, это баранина. Иногда хочется барашка. Подготовила здесь чесночок. Вот так вот я его буду целиком класть прям в плов. А потом, знаете, он станет такой запеченный, вкусный. И можно будет его вот так вот выдавливать прям на хлебушек. Будет очень вкусно. И, собственно, морковку нашинковала я вот так вот такими кубиками. Еще буду добавлять соль и приправу зира. Не знаю, Катя будет или нет. В прошлый раз она не стала есть плов. Может, в этот раз станет. У нее меняются вкусы. То она рыбу не ела. Сейчас она уже стала есть рыбу. Так, включаем. Все. Очень быстро нагревается этот казанок. Ну, я прям в восторге от него. Он мне очень-очень нравится. Так что мы с вами сегодня готовим плов. И рис, собственно, я тоже подготовила. Ну, обыкновенный рис. По-моему, он, кстати, был для плова. Но я его буду попозже замачивать. Потому что у меня еще мясо будет, наверное, час тушиться. Ну, может быть, минут 40. Использовать-то тоже надо вот такие лопатки. Я вообще использую силиконовую. Она не шла в комплекте. В комплекте с этим казаном шла лопатка пластиковая, черная. Мне, честно говоря, нравится моя силиконовая, которую я отдельно в магазине когда-то купила. А такие пластиковые лопатки я больше использую, чтобы блины переворачивать или, там, не знаю, конвертики какие-нибудь делать. Все в этом роде. Такой замечательный прозрачный лучок становится. Ну, это прям взгляденье очень душистый и ароматный. Прелесть одна. Сейчас будем закладывать мясо. Все у меня пока что на максимальном огне. Все должно хорошенечко так поджариться. А попозже мы его уменьшим. Много баранины. Прям целый килограмм. Очень мясистый плов будет. Может, некоторые меня спросят, сколько я беру, получается, на 1 килограмм баранины в 3-х литровый такой казанок риса. Я вам скажу, я беру его на глаз. Мне кажется, что грамм 600-500 вполне должно хватить. Надеюсь, такое количество у меня есть. Вот уже 400. А вот, получается, у меня и было 500 грамм. Я уверена, что этого вполне хватит. Сейчас мы его промоем, чтобы вода была не такая мутно-белая, более прозрачная. Советую еще солью замачивать, но я буду без соли его промывать, потому что соль я уже буду добавлять потом в казан. Вот такая водичка мутная получается. Обыкновенная вода из-под крана. Не очень горячая. Не очень холодная. Но больше холодная, наверное. Прохладная. Сейчас мы вот так вот попромываем рис. Потом сольем и эту воду, нальем еще одну. В общем, сделаем его максимально чистым. Ой, у меня свет погас. И опять включился. Сам мигает. Так, а тем временем у меня тут на самой высокой скорости, хотела сказать, все готовится. В общем, на самом мощном огне. На самом сильном. Видите, уже, в принципе, более-менее все мясо так взялось. Крышкой я не закрывала. Видите, много жидкости. Я ее не добавляла. Это все от мяса и лука. Буду добавлять морковку. Будем ее готовить до такой полумягкости. А потом водичкой залью немного, чтобы все так покрывало более-менее и булькало. тогда уж на медленный огонь поставим. Теперь добавлю зиру, зирвак. Вот такая вот приправка. Побольше я прям сейчас вот так вот возьму и вот так вот в руках поломаю, чтобы больше аромата давало. Ух, так все кипит, что даже камера запотела. Еще добавлю. Конечно, кладут еще барбарис, кориандр. У меня нету сейчас ни барбариса, ни кориандра. Поэтому я просто подсолю. Я уже готовила как-то плов в этом казане и он был не очень соленый, поэтому я в этот раз прям поболее так соли наложу. зальем водичкой, чтобы немного покрывало. Вода у меня из чайника теплая. Вот так вот. Думаю, достаточно. Закрываем крышку, уменьшаем огонь. Нам надо, чтобы у нас слегка равномерно булькало. и оставляем где-то на 40-50 минут. Вот сейчас уже прошло, наверное, минут 20. Не сразу я закладываю чеснок. Вот сейчас считаю, что уже можно заложить. Все готовят по-разному. Кто-то закладывает чеснок прям сразу с водой, но я вот чуть-чуть попозже. А кто-то вообще только после того, как мясо уже полностью приготовилось. Все, пускай вместе с чесночком продолжает тушиться. Ой, ароматы, конечно, это что-то. У меня все тушится уже где-то час. Давайте посмотрим, какой у нас тут бульончик. Он должен быть прозрачным. Видно бульон замечательный. Сейчас я его попробую. Ой, какой вкусный. Замечательный. Теперь беру рис, который мы промывали и вот так вот его сюда засыпаю. У нас должно быть все покрыто жидкостью. посмотрим. Если не хватит, я долью. Надо все разровнять и уже будем готовить до готовности риса. Разравниваем. Рис должен быть прям совсем слегка покрыт бульоном. Смотрите, у нас тут в принципе он отлично покрывается. Размешивать пока ничего не надо. Жидкости я больше добавлять не буду. Все. Теперь опять ставим на минимальный. Хотя он у меня так и стоял на минимальном. Вот уже булькать начал. теперь готовим до готовности риса. Рис должен впитать весь бульон. Прошло еще время. Смотрите, большая часть жидкости впиталась, но все равно не вся. Сейчас мы вот такие дырочки сделаем в плове. Огонь я, наверное, уже буду выключать. Это чтобы у нас лишняя жидкость со дна лучше выпарилась. Сейчас так вот прям видно, что там есть жидкость, но ее уже не так много. В принципе, плов готов. Надо дать ему настояться еще какое-то время. Можно полчасика 40 минут. И будем пробовать. Должно получиться очень-очень вкусно. накроем крышкой. Так, ну что, вот такой вот плов получился. Знаете, был один нюанс, он у меня уже настаивается так нормально. В общем, перед тем, как закрыть крышкой уже, отключить плиту и настаивать его, необходимо все-таки хорошенечко его перемешать, потому что у меня сверху был достаточно твердый рис, а внутри внизу мягкий. Ну, это дело поправимо. Я тут себе напробовала вот все, что у нас осталось от чеснока. Может быть, надо было его вытащить, но ладно, в принципе, вот он, чесночок, прям вот, видите, он выдавливается. Сейчас буду пробовать, но я уже пробовала, очень вкусно, прям пальчики оближешь. Я попробовала, это очень вкусно. Вот, чесночок, он прям тает во рту. И рис, рис отличный. Но надо было сразу его перемешать, чтобы вот, как бы, он весь равномерно впитывал влагу. Ну, а на это и все, в принципе. У меня такой влог-рецепт вышел. Пишите ваши комментарии, чтобы я знала, соскучились ли вы по моим влогам, или не соскучились. Постараюсь почаще снимать, хотя бы выходные. Ну вот, сегодня сняла, не знаю, когда я его смогу, этот видеоролик выставить, смонтировать. Но надеюсь, сделать это до 1 сентября. Ну, на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok